Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, смотрите сегодня. Многоквартирная крыша и два дома вместо одного. В Эмеретинской неизменности продолжается снос самоволок. Самолет потушили, пассажиров и экипаж спасли. Масштабные учения прошли в аэропорту Сочи. Пляжи должны быть доступными и бесплатными, иначе арест на 15 суток. Об этом арендаторам напомнил глава курорта. В Сочи приехали баронеты. Гия Эрадзе сегодня представил свою новую цирковую программу. Новые подходы в обучении рабочим специальностям будут внедрять на Кубани. Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Краснодарского края подписал трехстороннее соглашение с Агентством стратегических инициатив и Союзом молодые профессионалы. Документ подразумевает подготовку кадров с учетом тех компетенций, которые необходимы для региона в данный момент. Внедрить систему сетевого образования и, безусловно, практико-ориентированный подход. Когда 70% в подготовке кадров это как раз практические действия, и только 30% это уже теория. Поэтому надеемся, что вот эта система действительно обеспечит и промышленное развитие региона, и социальные сферы, и сфера образования даст новый импульс. Но очень приятно, что мы не останавливаемся только исключительно на историях прошлого, а мы движемся вперед. В соглашении предусмотрено не только развитие тех компетенций, которые есть сейчас, но и компетенций будущего, как начиная от детей с самого раннего возраста, так заканчивая всеми категориями граждан, вплоть до пенсионеров. Важно, чтобы сегодня специалист любой профессии, которая сегодня выходит в рынок труда, мог обладать компетенциями, соответствующими требованиям работодателя. А требования работодателя сегодня достаточно высокие, потому что работодатель, в первую очередь, это бизнес, который в основе своего тоже труда ставит получение прибыли. Сегодня тоже быть специалист рабочей профессии, мыслящий и умеющий принимать решения даже в условиях полной неопределенности. Вот сегодня это основная задача – подготовить именно таких специалистов для экономики нашего региона. В рамках Международного экономического форума подписано еще одно важное для региона соглашение. Администрация Краснодарского края будет сотрудничать с общественной организацией «Деловая Россия». Свои подписи на документе поставили глава региона Вениамин Кондратьев и президент организации Алексей Репик. Благодаря соглашению власть сможет активнее участвовать в решении проблем предпринимателей и позволит бизнесу уйти от административных барьеров. Как отметил губернатор края, сегодня на Кубани предпринимательством занимаются 750 тысяч человек. Но, согласно нацпроекту, эта цифра должна увеличиться до 1 миллиона. Это первое соглашение Краснодарского края, достигнутое в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Сегодня стартовал первый день саммита. Кубань привезла 58 инвестиционных проектов на сумму более 300 миллиардов рублей. В Амеретинской неизменности продолжается снос незаконных построек. Напомню, с 2014 года на этой территории на федеральном уровне запрещено строительство многоквартирных домов. Однако, некоторые застройщики решили игнорировать это правило. Сегодня ликвидации самостроев идет на улицах Хуторской и Нижней Амеретинской. Частная трехэтажка по документам жизни выглядит как многоквартирный дворец. Получив разрешение на строительство индивидуального жилья на одну семью, застройщик значительно превысил параметры, за что и поплатился. Апеллиационным определением в августе 2018 года данный объект признан самовольным, подлежащим сносу. Однако, застройщик не исполнял добровольное решение суда, в связи с чем суд дал право администрации города привлечь к сносу специализированную организацию. Нарушения были выявлены при возведении четвертого этажа. Администрация города сразу же подала в суд. Но, тем не менее, пока шли разбирательства, застройщик продолжал возводить лишние этажи. В итоге было принято решение о сносе. Сегодня дом на улице Хуторской начали разбирать. По словам местных жителей, такая мера вполне оправдана. Такие высокие дома здесь не выдерживает канализация. Потому что здесь низменность и здесь болото. Здесь кое-где даже проваливаются дома. Так что это бесполезно, что они строят. Надо разрешать просто трехэтажные этажи. Все, больше выше нельзя. Дома на Нижнемеретинской улице ждет такая же судьба. Здесь расположены два недостроенных многоквартирника площадью почти в 4000 квадратных метров. Застройщик также получал разрешение на строительство частного дома высотой в три этажа и площадью в 765 квадратов. Постановление о сносе вступило в силу еще в октябре. Однако хозяин постройки не захотел самостоятельно ее ликвидировать. Затем право на снос перешло к администрации города. Чем руководствуются застройщики в такой ситуации, непонятно. Одни рассчитывают на русскую авось, другие надеются на постоянное судебное обжалование. Так или иначе, закон есть закон. И с 2014 года эмеретинская низменность признана особо ценной зоной на федеральном уровне. Максимум здесь разрешено возводить трехэтажные дома на одну семью высотой не более 12 метров. В настоящее время по городу Сочи уже ведется три сноса самовольных строений за счет специализированных организаций. Кроме того, один объект самовольного строительства сносится непосредственно застройщикам. В настоящее время еще несколько объектов готовятся к сносу в ближайшие несколько недель. Также будут начаты работы по осуществлению фактического сноса данных объектов. В ходе съемки выяснился интересный факт. Оказывается, крыша домов на Нижней Меретинской скрывает под собой целый ряд квартир. Взяти входные двери и пластиковые окна. О необычном дизайнерском решении спросили представителя застройщика. По официальным данным, проданных квартир в домах, подлежащих сносу, в реестре недвижимости не числится. Тем не менее, власти города призывают жителей и гостей курорта быть внимательными при выборе застройщика. Список объектов, которые уже точно пойдут на демонтаж, размещен на сайте администрации города. Масштабные учения прошли в аэропорту Сочи. Там пожарные аэродрома, МЧС, а также спасатели отрабатывали навыки тушения самолета и эвакуации людей из горящего лайнера. За ходом тактика специальных учений наблюдала наша съемочная группа. При посадке самолета возникли проблемы с шасси. Воздушное судно выкатилось за пределы полосы. Топливные баки получили повреждения. Самолет загорелся. Через три минуты служба экстренного реагирования аэропорта уже на месте. Аэродромные пожарные машины заливают пламя пеной. Только так можно справиться с горящим топливом. По такому сценарию в сочинском аэропорту прошли учения. На борту 148 пассажиров и шесть членов экипажа. Есть пострадавшие. Главная задача, говорят в аэропорту, не потушить и спасти самолет, а обеспечить безопасность людей при эвакуации. Чуть позже к месту условного ЧП подтягивается спецтехника пожарных сочинского гарнизона и спасателей. На месте разворачивают штаб, откуда координируют все действия – тушение и эвакуацию. Это такой объект, когда не так часто мы выезжаем, как на обычные жилые дома, где мы уже все профессионалами чувствуем. Ну и мы приехали помочь пожарной команде аэропорта. Здесь своя пожарная команда, которая успешно справляется со всей своей работой. Наша задача была приехать двумя пожарными расчетами и помочь им дотушить этот самолет, помочь в эвакуации людей. Цель учения – закрепление теоретических знаний на практике. Впрочем, свои навыки пожарные аэропорты и МЧС смогли проверить в реальных условиях в прошлом году. 1 сентября «Боинг», прибывший в Сочи из Москвы, выкатился за пределы полосы после посадки, пробил ограждение и загорелся. На борту находилось больше 170 человек. Спасти удалось всех. Наши расчеты оказались в довольно сложной ситуации в ночное время, в сложных погодных условиях. Расчеты справились на отлично. Пожар на воздушном судне также был потушен в кратчайшее время. Все пассажиры были эвакуированы, члены экипажа. Хотя эвакуировать их пришлось из русла реки Мзымта. Это очень сложно, где перепад высоты составляет 4 метра в условиях дождя. Сегодня на учениях, как и тогда в реальных условиях, все службы уложились в нормативы, справились с поставленными задачами. Люди эвакуированы, самолет потушен, пострадавшие отправлены в больницы. Подобные совместные учения в аэропорту проводят дважды в год, а пожарные и спасатели аэродрома тренируются каждую неделю. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Пляжи Сочи должны быть доступными и бесплатными. Иначе арест на 15 суток. Мэр города проинспектировал пляжи Центрального района и дал свою оценку подготовки к пляжному сезону. В первую очередь Анатолий Пахомов инспектирует подъезды к пляжным территориям. Интересуется, есть ли там доступ к транспорту. По решению антитеррористической комиссии машинам к морю подъезд запрещен. Первая точка – пляж «Островок» отеля «Звездный». Здесь все неоднозначно. Шлагбаумов нет, а вот на входе – касса. Директору пляжа участковый выписывает предостережение. Автомобильное движение должно быть ограничено. Протокол по 19.1 предупреждение о том, что если вдруг они не будут запускать, как требует закон Российской Федерации, на территорию пляжа людей, и будет нам обращение, состоим по 19.3. Будет арест на 15 суток. Как на Приморске, пускай появится табличку «Вход на пляж свободный, платные услуги». «Свободные услуги такие-то такие-то». Вот пошел человек, заходит сюда. Вот человеку непонятно, можно сюда зайти? Ну да, не встарок, да. Никаких обозначений. «Вход свободный». «Вход свободный». Потому что касса, что она… О чем касса? Для чего касса? Касса – лежаки, звонки и все что-то. Вот так и напишите, вход свободный. Закрытая территория у нас ФСБ, у нас закрытая территория МВД, у нас закрытая налоговая, у нас все. Все остальные должны быть открытыми. «Я услышал». Далее мэр отправляется на пляж Ривьера, над которым развивается голубой флаг. Это высшая награда Международной экологической организации. Экосертификат выдается только самым благоустроенным пляжем с чистой морской водой. Что думают о сучинских пляжах отдыхающие, Пахомов решил узнать из первых уст. «Набережная хорошая, все в принципе понравилось. Мы сегодня уже уезжаем, восьмой день как бы отлично». Помимо Ривьеры, голубой флаг в этом году получили еще 12 сучинских пляжей. Экологический сертификат гарантирует отдыхающим чистейшую воду, соответствующую международным требованиям, а также комфорт и безопасность. Сервис действительно на высоте. Шезлонги, аэрарии, душ, бесплатные туалеты. Нареканий у гостей нет, в том числе и у приехавших из-за рубежа. Ольга Фариас, сочинка, но давно живет в Нью-Йорке. Говорит, по приезду не узнала родной город. И тем более пляж, где провела все детство. «Я люблю наш город, потому что в Нью-Йорке нету столько зелени, нету столько… Здесь чище. В Нью-Йорке грязный город, конечно, там мегаполис, а здесь у нас лучше. Город, конечно, очень изменился. Я в восторге. Все так чисто, красиво, очень много людей приезжает. Очень все благоустроено. В общем, мы в восторге. Город красивый, расцветает, процветает. Так что проезжайте все в Сочи». «Сейчас он так вот благоустроен. Прекрасно сделали пляж. Чистота, порядок, уютно. Раньше здесь вот так не было хорошо. Так что нам удобно, хорошо, комфортно». Нареканий нет и у мэра города. Вот только незначительные замечания, которые арендаторы пляжей должны устранить в течение пяти дней. «Входы на пляжные территории, муниципальные, частные, должны быть свободны. Если эти законы, законные требования органов власти не будут выполняться, то наступает ответственность по статье 19.3, которая грозит арестом до 15 суток. Ну а то, что касается пляжных территорий в целом по Сочи, то явно видно, что они действительно сегодня очень хороши. Я думаю, что они составляют сегодня серьезнейшую конкуренцию мировым пляжным курортам». Инспектировать пляжи глава Сочи планирует в течение всего летнего сезона. Следующий на очереди – Лазаревский район. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 7 июня в Сочи переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью – плюс 21, плюс 23. Днем – 24, 26 градусов выше нуля. Температура морской воды – плюс 21. Гостям санатория в Сочи прописывают теренкур. Теперь дозированную ходьбу рекомендуют туристам во всех здравницах, которые находятся недалеко от тропы здоровья. К Олимпиаде ее капитально отремонтировали и продолжают благоустраивать, чтобы прогулки по теренкуру были не только полезны, но и приятны. Не только загорать на пляже и принимать процедуры в санатории, но и больше двигаться. А теперь Татьяна Иванова с палками для скандинавской ходьбы выходит на теренкур каждый день. Я благодарна специалистам, которые мне прописали дозированную ходьбу, потому что во время прогулок можно наслаждаться прекрасными видами Черноморского побережья, а также зеленым парком. А заряд бодрости и энергии – это то, что нужно для отпуска. Ежедневные прогулки по 30 минут туристки из Челябинска прописали в санатории «Металлург». Вздравнице считают дозированную ходьбу самым полезным и безопасным методом оздоровления. В санатории разработали несколько маршрутов ходьбы по теренкуру в зависимости от заболевания и общего состояния организма. Ходьба показана всем, противопоказаний на нее нет. Единственное правильное назначение и правильное выполнение назначений. Мы нашим отдыхающим советуем спускаться на городской теренкур, назначаем количество шагов, количество времени для прохода. Теперь такие прогулки прописывают все санатории, которые находятся недалеко от теренкура – от Мацесты до Центрального стадиона. Тропу здоровья проложили еще в 30-х годах прошлого века. Тогда маршрут был весьма популярен, как один из способов санаторно-курортного лечения. Сегодня традиция возвращается. На тропе все чаще можно встретить и сочинцев. Одни бегают, другие просто гуляют, третий наслаждаются морем и чистым воздухом. Вот этому парню, его зовут Клод Мане, по-просто Моне, два с половиной года. Вот два года мы гуляем по этому теренкуру и очень радуемся. Много слышали от знакомых, ни разу сюда не доходили. Сегодня прошлись полностью, до конца и обратно. Очень красиво. Поют птицы. Видно, что очень старые красивые деревья, магнолии, пальмы. Все очень здорово. Природа – это еще один фактор, который позитивно влияет на физическое и психологическое здоровье человека. Тропа здоровья – это четыре с половиной километра вдоль побережья. С одной стороны – таинственный лес, с другой – бескрайнее море. Этот комплекс представляет собой дендрологическую шкатулку, потому что такое количество субтропических растений, которые представлены здесь в своем первозданном виде, включая, вот сейчас мы находимся в аллее магнолий, есть аллея лип, совершенно потрясающих, есть аллея грабов, аллея дубов. И все это можно по мере прогулки и вот этого желания общаться с природой, получить – это живой комплекс. И этот комплекс является частью вот этого механизма восстановления здоровья. Уже скоро Теренкур станет еще длиннее. Его планируют соединить со Старой Мацестой. Там в прошлом году отремонтировали 500-метровую прогулочную зону вдоль реки. На очереди еще такой же участок набережной. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Рост Транснадзор провел совещание с руководителями автотранспортных предприятий и фирм такси. Речь шла о выполнении перевозчиками требований транспортного законодательства. У водителей автобусов и такси задача одна – довести пассажира до пункта назначения и довести без проблем. Но порой эти проблемы перевозчики создают себе сами, когда не могут поделить территорию остановки. Извечная борьба за место под солнцем. Есть проблематика с посадкой и высадкой пассажиров с наших автобусов, которые зачастую останавливаются на проезжей части. И в 99% случаев здесь причинами является то, что наши автобусные карманы на наших автобусных остановках просто заполнены машинами такси, которые там стоят. А такси – это тоже общественный транспорт. Также и здесь мы предупредили руководителей фирм, которые присутствовали, фирм такси, которые присутствовали на данном совещании, чтобы они лично взяли на контроль. Нередко виноватые пассажиры просят водителей высадить там, где им удобно. А за остановку в неположенном месте водитель может заплатить штраф от одной до трех тысяч рублей. В этом году протоколы за самовольные остановки были составлены на 40 водителей. Человек, выходя с автобуса, если получает травму, то это уже является дорожно-транспортным происшествием. За это несет водитель тоже ответственность. Он тоже должен понимать, что не в каждом месте он может высадить этих пассажиров. Ространснадзор требует от водителей соблюдения транспортного законодательства. Город добавляет свои нюансы. Это в том числе и опрятный внешний вид водителя и вежливый диалог с пассажирами. Летом в Сочи главная тема конфликтов в автобусах – неработающий кондиционер. В этом случае пассажиров просят звонить на горячую линию департамента транспорта или отправить сообщение в WhatsApp по номеру 8-918-665-2665. Номера телефонов указаны в салоне всех городских автобусов и маршрутных такси. Есть ли будущее у регионального радио? Этот вопрос сегодня обсуждали в Сочи в рамках ежегодной конференции Российской Академии Радио. На этот раз у конференции появился свой девиз – инновации и перспективы. У регионального радиовещания большой резерв, поэтому поиск новых технологических платформ сегодня главная задача радиощиков. Рассматриваются экспертами и цифровые инициативы Академии Радио. Среди них создание универсального индустриального онлайн-плеера, а также развитие новых стандартов наземного цифрового радиовещания. Вопросов у участников конференции много. Заинтересованы ли вещатели в стандарте 5G? Что такое эффективная реклама на радио? Какие цели ставят перед собой авторы региональных проектов в российском радиоэфире? Ответы должны быть найдены уже к завтрашнему дню. А вообще рынок радио в регионах не перегружен, отмечают специалисты. FM-эфир в городах страны все еще оставляет поле для экспериментов. А вот в Краснодарском крае уже есть примеры новаторства. Я считаю, что Казак-ФМ – это одна из самых самобытных, самых оригинальных радиостанций, которые существуют в России. Я очень счастлив, что есть такие форматы, что есть люди, энтузиасты, я не побоюсь этого слова, которые не опасаются бросать вызов крупнейшим гигантам рынка и при этом на своем уровне побеждают, еще развивают свои сети и новые продукты. Безусловно, имеет большое значение развитие локальных, региональных форматов, уникальных, которые не повторяют столичные. Это чрезвычайно важно для развития индустрии, ее творческого потенциала. Участников конференции «Будущее регионального радио» поприветствует глава Сочи. Анатолий Пахомов подчеркнул важность работы средств массовой информации. Я от себя хочу сказать благодарен всем за ту поддержку, которая существует, потому что вы будете обсуждать и в обязательном порядке найдете будущее, найдете пути и, конечно, будете нашими надежными партнерами. Добро пожаловать в город Сочи. Найдите время, полюбуйтесь красотами нашего города. Он красив очень, он ухожен. Ощутите вот ту прелесть пребывания в Сочи, ту красоту и обязательно об этом всем расскажите. В Сочи открылся международный фестиваль зеленого кино «Эко-кап». Он привозит самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете, и с планетой, о людях, которые пытаются сделать мир лучше. В Сочи фестиваль приехал впервые по приглашению Кавказского заповедника и при поддержке представительства Евросоюза в России. Эти ленты не появятся на больших экранах или в прокате городских кинотеатров. Основная тема зеленого кинофестиваля – сохранение биоразнообразия и проблема загрязнения окружающей среды. Документальные картины о жизни в самых разных уголках нашей планеты зрители могут увидеть в двух кинотеатрах – отеля «Адлер» – это бывшие русские сезоны, и в горах в кинотеатре «Флакон 1170». Половина города находится на территории национального парка и примыкает к границам заповедника. И дикие животные в Сочи – это вообще никакая не редкость. Это, скорее всего, такая типичная ситуация. Но об этом мы поговорим после фильма. У нас еще фильмы про море, про обитателей морей. И это будет завтра. У нас обязательно, естественно, тема раздельного сбора мусора, она тоже актуальна для города. И очень сильно, вот даже за год, я вижу, как это движение растет и развивается. И это очень здорово. В рамках фестиваля зрители могут посетить открытые лекции, встречи с экспертами, мастер-классы и даже принять участие в экологической игре. Стать участником фестиваля может любой желающий по предварительной регистрации на сайте Кавказского заповедника. Это нужно видеть. В Сочи приехал королевский цирк Гии Эрадзе. На этот раз шоу «Баронеты». Это беспрецедентный проект с участием титулованных артистов и полным манежем животных. Два номера готовились специально для летних сочинских гастролей. Первыми зрителями новых аттракционов сегодня стала наша съемочная группа. Шоу для Сочи новое, но фирменный стиль Гии Эрадзе прослеживается в каждом номере. На манеже – феерия. И начинается она с аттракциона «Журавли». Это обновленная версия воздушного полета, который в советское время называли «Воздушным полетом Головко» – народного артиста СССР. Легендарному номеру уже более 30 лет. Я специально к Сочи пригласил новый номер, который выпустила государственная компания «Росгосцирк». Я его не мог не пригласить, потому что это очень редкий номер сегодня, к сожалению, потому что таких номеров уже не осталось. Я не мог на этот раз не привезти что-то новое, но по габаритам, мне кажется, зашкаливает на этот раз. Шоу «Баронеты» Свита Короля снова в полном составе. На манеж выйдут 120 артистов. Я вспоминаю те старые добрые времена, когда вот так же были переполнены манежи артистами. Потому что цирк, я еще раз повторюсь, он должен быть в масштабе, иначе это местечковое искусство. Пока я есть, я буду всегда привозить в Сочи качественные, большие, профессиональные коллективы. Артисты шоу «Баронеты» разыграют и цыганскую свадьбу с медведями, и детскую сказку с Пьеро и Мальвиной. Здесь воздушные гимнасты будут работать без страховки. А обладательница титула «Принцесса цирка» продемонстрирует сложнейшую дрессуру с суматранскими тиграми. На манеже вы увидите 11 тигров, которые будут выполнять различные трюки. Трюки, которые… Ну, работали в советском цирке, да, есть трюки, которые мы переняли. Есть трюки, которые не выполняет на данный момент никто в мире. И еще один сюрприз для сочинского зрителя – это номер «Золотые рыбки». Срежиссировал его Гия Эрадзе специально для летних гастролей в Южной столице. К слову, на этот раз заслуженный артист России и Грузии в Сочи приехал в новой роли. Теперь, ко всему прочему, Гия Эрадзе – художественный руководитель и главный режиссер Росгосцирка. Планов у нового худрука много, и все они в фирменном стиле Гии Эрадзе, то есть масштабные. В том числе Гия Эрадзе предложил присвоить сочинскому цирку имя народного артиста СССР Мстислава Запашного. Примера шоу «Баронеты» состоится уже в эту субботу. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok